привет друзья сегодня мы будем с вами готовить замечательный творожник очень вкусный пирог который как раз подходит для самых-самых настоящих предновогодних рождественских вечеров пойдемте готовить вперед на нашу замечательную кухню так хочу сразу показать продукты которые нам понадобятся для этого пирога нам понадобится мука нам понадобится тыква сахар 4 яичко для вкуса я все-таки хочу добавить так как это праздничный пирог хочу добавить изюм пару черносливов немножко мандаринов 1 апельсин яблочко лимон так самое основное это конечно так как пирог творожник 500 грамм творога у меня творог обезжиренный то есть даже ноль целых два процента и добавлю еще корицу и мускатный орешек буду поливать еще немножко оливковым маслом когда уже буду полностью пирог выкладывать и так давайте готовить первое самое очередное что мы будем делать это после того как все уже постояло и сделалось комнатной температуры мы возьмем творог и смешаем его с яичками и также добавим сахару по рецепту идет 200 грамм сахара можно использовать поменьше зависимости от того кто сколько сахар употребляет и так я уже положил 500 грамм творога 4 яйца я положил все-таки поменьше 150 грамм сахара и сейчас все будем взбивать блендером что у нас получилось получился на такая начинка сюда мы сейчас еще потрем цедру 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 возьмем лимончика и возьмем еще центру апельсинчика вот этот центр красиво скрасить наш пирожок и так я уже смотрите добавил ста цедру лимончика апельсинчика положила изюм буквально маленькую косточку и порезал два чернослива и сейчас порезала еще тыкву тоже все отправляем в нашу начинку это будет такая замечательная красивая вкусная и сочная начинка так но еще дешевле добавить все-таки яблочко то есть порезала буквально маленький небольшой кусочек вот от этого яблочко чтобы был для вкуса чтобы такой более богатый выразительный вкус так теперь после того как начинка готова давайте делать тесто здесь у меня два стаканчика муки так второй стаканчик тоже высыпаем так 2 стаканчик муки больше нам не понадобится и теперь мы сделаем следующее посыпаем разрыхлитель такой знаете разрыхлитель а то он буквально вот такой вот один пакетик сейчас мы будем добавлять сливочное масло сливочное масло 120 грамм и переводить все это в мелкую крошку друзья забыла рассказать что я только что еще добавила сюда в начинку корицу и мускатный орех буквально по горсточке небольшой для вкуса и аромата так ну яблочко тоже да немножечко добавила яблочко добавила буквально маленький и так 120 грамм сливочного масла уже положено и нужно добавить щепоточку соли и 4 столовые ложки сахара теперь все эту смесь то есть два стакана муки 120 грамм сливочного масла щепотку соли 100 все эту смесь и переводим в мелкую в мелкую крошку да мы не также не забываем что здесь у нас разрыхлитель у меня все-таки разрыхлитель такой знаете немецкий я посмотрела сейчас на составе он вместе с содой идет и все это сейчас мы будем перетирать мелкую мелкую крошку друзья крошка у меня уже получились все готово пришлось очень долго работать блендером потому что это действительно нелегко сделать такую крошку но терпение стоит этого и так смотрите я уже подготовила форму не такая вот небольшая форма я ее устелил пергаментной бумагой смазала оливковым маслом и сейчас я половина этой начинки уложу на дно но не применая то есть я буду класть начинку просто аккуратненько вот таким вот образом ни в коем случае не применая ее мне понадобится именно половина той начинки все что я сделала а половина я оставлю и будет это уже завершение нашего пирога вот таким образом проделываем с половиной начинкой так все готово смотрите половину начинки уже я отправила половина оставила теперь аккуратненько сейчас перемешаю нашу начинку и буду аккуратненько вливать вот сюда то есть нужно сделать все максимально аккуратно то есть перемешаем до что все составляющие все таки уже смешались так буквально очень мало я добавила ямлочко очень мало тыквы то есть буквально такой легкий знаете намек все таки основное его это творожник поэтому остальные ингредиенты они просто немножечко как бы как дополнительные так знаете я сейчас решила сделать еще я решила добавить немножко скажу куркумы все-таки для иммунитета хорошо для цвета красиво пирожок подумают начинка такая и сейчас будем аккуратненько аккуратненько вливать то есть нужно сделать максимально аккуратно я уже говорила да про это берем значит и поехали так но я все-таки наверное сделаю это без вас потому что все таки одной рукой к сожалению долго покажу сейчас все получилось смотрите вот она вся наша красивая вкусная сочная начинка получается просто загляденье и теперь просто аккуратненько аккуратненько нам нужно положить оставшуюся часть оставшуюся часть крошки вот сюда я это делаю в основном всегда рукой потому что дело все в том что я хочу просто чтобы было все равномерно настолько чтобы прям аж глаз радовала и так все готово смотрите какая красота получилась духовку у меня уже разогрелась и сейчас мы будем убирать это в духовку разогрелась она у меня до 180 градусов и всего сейчас мы это просто аккуратненько поставим в духовку так мне повезло у меня съемная ручка так сейчас вот таким вот образом отправляется это в духовку на 40 45 минут будем конечно контролировать так все он уже готов я его достала из духовки прошло у нас с вами 45 минут сейчас он остынет и я буду доставать его из формы пробовать и покажу вам что получилось на срезе пирожок у нас получился смотрите сами вот разрезе так я уже вот себе тоже отрезала сейчас попробуем я надеюсь то что он очень очень вкусно потому что я готовлю довольно часто именно вот сейчас на такие вот новогодние деночки очень вкусно готовьте с удовольствием я уверена что если у вас будет желание у вас все получится с наступающими праздниками оставайтесь здоровыми очень вкусно вот 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 Продолжение следует...